Солистка Академического театра оперы и балета Анна Костенко от COVID-19 прививается уже в третий раз. Говорит, если есть шанс защитить себя и свою семью от новой коронавирусной инфекции, необходимо им воспользоваться. Все три процедуры девушка перенесла легко. Было повышение температуры, небольшое, небольшой озноб, но это все прошло в течение суток и нормально себя чувствовала дальше. Я потом не болела и из моей семьи никто не болел. Специалисты рекомендуют обязательно прививаться от коронавируса всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний. Особенно важно сделать прививку в осенний период, когда обостряются другие респираторные заболевания – вирусы ОРВИ и гриппа. Вакцина не только способна защитить иммунитет от вторжения коронавируса, но и значительно снижает риск заболевания в тяжелой форме. Она в 22 раза снижает летальные исходы, снижает тяжелые случаи. И мы наблюдаем, что сейчас у нас на дому лечится пациент с более легкими формами ковида. Обезопасить себя и окружающих помогут и простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп РИСКа, которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдают заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуг или по номеру горячей линии 122, а также по телефонам поликлиник. Ольга Павлова, События.